Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я жила 10 лет с мужчиной в гражданском браке. При этом он официально не развелся с женой, говорил, что его не поймут дети, и, понятное дело, ему было так удобно. Какое-то время меня это не беспокоило, потом все изменилось, мне захотелось стабильности, но он не захотел разводиться. Я обозначил, что нужно расстаться, для него это было тяжело воспринято, он действительно переживал. Жили мы в съемной квартире, и даже расставшись продолжали жить на общей жилплощаде. У него со временем обнаружили энкологию, он обвинил меня в своей болезни, я помогала 3 года бороться с этим недугом, ездила в больницу, покупала еду, участвовала во всех процессах, связанных с лечением. Дети от него отстранились, жена не стала получать денег, тоже перестала общаться, мне было его искренне жаль. Я помогал, у него стали появляться женщины для коротких встреч, он это не скрывал. У меня тоже появился мужчина, у которого такой же гражданский брак, как у меня, назовем его Д. Случилось необычное, я забеременела Аббея, хотя ему говорили, что шансов иметь детей мало, и у меня их почти не было. Я ребенка решил оставить, бросить своего сожителя, я тоже не могла, он уже говорил, что чувств ко мне у него нет, он достраивал свой дом и собрался уходить туда. С домом я тоже ему помогал, он не ушел, мне пришлось сказать о беременности, что я буду воспитывать ребенка одна. Вначале он сказал, что я за меня и готов даже сделать прописку, чтобы помочь как-то, потом все изменилось, начал оскорбчать и чуть ли не пытался убить, при этом не давал уйти. В общем, заболел он ковидом, заразил меня беременный, я не знаю этого, уехал к маме на несколько дней, он остался. В другом городе я попал в реанимацию, жили в кому, ребенок родился раньше. Я два месяца боролась за жизнь. Пока я приходил в себя после болезни, мой сожитель умер, онкология активировалась после ковида. На душе у меня тяжкий груз, постоянно думал о том, что ускорило его уход, я не смогла помочь. Постоянно прокручивал все это в голове, иногда даже жить не хочется, если бы была рядом, думаю, так не случилось. Благо, за ушеледку кому-то и просто говорить мне не с кем по этой ситуации, подскажите, как справиться. Ну, самый лучший способ вам, конечно, с этим справиться, это было бы обратиться на психотерапию и уже как-то вот посредством психотерапии, да, вам бы с этим аспектом. Разобраться и с этим аспектом поработать, потому что в данном случае у вас, на мой взгляд, присутствует травма, да, и травма довольно серьезная. Ну, в то же время есть и ряд важных моментов. Какие это, например, моменты? Ну, я думаю, что для вас вряд ли будет секретом, если я скажу, что как-то в этой ситуации вы себя все время, я бы даже сказал, тотально предаете, и как-то вот в этой ситуации вы все время находитесь в позиции, ну, в позиции менее выгодные, чем ваш партнер. Очень много вы прощаете, вот, очень много вы позволяете, ну, вот, свой адрес достаточно много. Позволяете мужчинам, как мне показалось, позволяете достаточно много. И, в общем и целом, это вызывает ощущение, что чувство вины и ответственность, которую вы берете, является, в общем-то, основной вашей трудностью. Попробуйте спросить себя о том, почему в ситуации, когда, например, под угрозой жизни фактически находились вы и ваш ребенок, да, ну, потому что ребенок родился, там, вот, как вы сами говорите, там, ребенок родился раньше и, соответственно, с ним, возможно, могло что-то случиться, да, ну, вот. Почему при всем при этом вы, как будто бы все равно берете на себя ответственность за человек? Так, вот, этот вопрос меня, честно говоря, очень интересует. То есть, как выходит так, что вы, вот, как будто бы себя, вот, снова и снова игнорируете, как будто бы вы себя снова и снова ставите ниже, чем другие люди. Вот, вот, вот эта вот тотальная, в какой-то степени, ваша жертвенность ради других указывает на страх быть брочен и страх остаться одной. Что выдает, конечно, системную невнимательность к себе. Ну, с вашей стороны, вот. И это, как мне кажется, и является основной проблемой. При этом обратите внимание на то, что вы, вот, ну, фактически, факт того, что он невнимательный к себе, да, тоже не замечаете, вы говорите, что вначале меня это все устраивало, а потом, потом что-то изменилось, потом что-то изменилось, говорите вы. Да, ну, да, ну, простите, а что изменилось? Ну, то есть, вот, вот, буквально, если что-то изменилось, то давайте-ка-давайте попробуем разобраться с тем, что изменилось, что вам захотелось стабильности. Вот, вот, я думаю, что есть все это наверняка, ну, так скажем, причины, ну, основания какие-то. Ну, наверняка есть какие-то основания, что вам захотелось стабильности. Так что, на мой взгляд, крайне важно этот аспект преследовать, потому что сами вы к этому, к этому, к этому, получается, сами вы к этому, к этому, для внимательности. Вы говорите, что мужчина, вначале, там, относился к вам, ну, условно говоря, одним образом, да, потом начал относиться к вам другим образом, потом изменилось его отношение, вот. А что изменилось? Опять же, что-то, что-то изменилось. Конечно, для вас является травмой, потеря, смерть человека. Но подумайте, что здесь травмирующего, травмирующего для вас? Не с точки зрения обесценивания, ни в коем случае, ни в точки зрения, ни в точки зрения обесценивания, нет. Просто попробуйте увидеть, что конкретно. Давай, астромирую, что. Как так вышло, что вы, там, условно говоря, человеку постоянно помогали и так далее, вот. Осознаюете ли вы свои мотивы в этой самой вот, ну, в этой самой помощи, вот. Потому что, на мой взгляд, вы здесь говорите не совсем о помощи, ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вот, а вы говорите о попытке, через помощь, купить для себя, получить для себя какую-то стабильность. Вот. Получить для себя какую-то уверенность, получить для себя что-то. Я не могу сказать однозначно, что это прямо уж совсем плохо. Просто, ну, нужно понимать, что вы не полагаетесь, вы не полагаетесь в этом смысле на себя. Да, вы не полагаетесь в этом смысле на, как бы, саму себя. Вот. Вы как бы, как бы, вы как бы, отдаёте здесь власть другим людям. Вот, 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 такое ощущение складывается, в общем, в общем и целом, на постоянной основе, что, вот, все время вы зависите от других, от других людей. Вот. И, конечно, в этом смысле, если как-то так по жизни получается, что вы находите, например, в себе мужчин, которые не свободны, то вы боитесь серьезных отношений. Вот, может быть, реализуя таким образом, ну, вот, идею, например, идею о том, что серьезных отношений вы недостойны, или идею того, что, например, вас могут бросить и так далее. Вот. Понимаешь? То есть, вот тут вот нужно, конечно, в этом смысле разбираться в ситуации, разбираться в ваших противоречиях, в ваших моментах и так далее. Вот. Понятно, что за то время, что вы были с человеком, конечно, вы могли к нему привыкнуть, это нормально. Но важно, опять же, видеть в этом свои потребности, важно, опять же, в этом видеть свои желания, важно, опять же, в этом замечать то, что вы хотите, то, что вам нужно. Вот. А пока что, к сожалению, вы этого не делаете. Вот. И, соответственно, пока вы этого не делаете, у вас есть такие вот сложности. Дальше. Что касается того, как с этим справиться, это очень важный момент, вы говорите, что жаловаться я не привыкла и так далее. Может быть, именно то, что вы не привыкли ни с кем делиться, с твоими проблемами, вот, и оставляет вас время один на один с тем, что, с чем вы сталкиваетесь, вот, не давая при этом вам, так скажем, адекватной обратной связи. Вот. То есть, адекватную, ну, адекватную обратную связь можно получить, в общем и целом, если делиться, если делиться, делиться именно вот тем, что со мной происходит. У меня такое ощущение, да, что вы одна. И, вот, когда вы, там, про маму говорили, что я поехала к маме и так далее, то есть, вот, привязка эта к маме, она, как бы, ну, может выдавать некую такую зависимость вашу от мамы. Тоже, как бы, тут, ну, тоже есть, вот, некоторые, так скажем, нюансы, вот, на которые, ну, вот, вам нужно обратить свое внимание. Вот. А, да, у травмы потери есть, конечно, свои этапы, этапы проживания. И, вот, то, о чем говорит один из моих коллег, да, что вам придется пройти с этим, это, опять, действительно так. И лучше всего это делать с психологом, особенно вам, если вы, вот, ну, если вы не привыкли, там, грубо говоря, о своих чувствах говорить, да, вот. То есть, вам, в этом смысле, вот, имеет смысл с психологом, потому что, ну, как бы, будет в этом смысле проще, вот, в этом смысле будет комфортнее, вот, в этом смысле будет удобнее. Вот, быстрее можно будет прийти к, ну, к результату, вот, определенному. Конечно, конечно, да, важно понимать, вот, если вы, вот, ну, действительно этого хотите, хотите что-то изменить, вот. А сейчас, например, по, ну, по вашему вот рассказу, да, ну, вот, не совсем, к сожалению, не совсем очевидно, какой у вас запрос. Ну, прожить, ну, например, травму потери, вот, вот, сожителя вашего, избавиться от, там, допустим, чувства вины, вот. Если да, то с этим, ну, можно помочь, вот. Если, если вас, ну, если вас интересует вот этот аспект, например, можно с этим помочь вам, вот. Как бы разобраться в себе, в своей жизни, вот, чтобы, ну, как-то лучше выстраивать, выстраивать отношения, там, условно говоря, да. Но вот, если, 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 если вы этого хотите, допустим, да, с этим тоже можем, с этим тоже можем помочь. Но определить, с чем именно вы хотите начать работу, да, нужно вам. И еще один немаловажный момент заключается в том, что справляться, 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 справляться именно с чем-либо, вот, не самая лучшая идея. Что-то справлять, справлять, человек это в себе подавляет, вот, подавляет в себе, и человек не становится, эээ, счастливее, не становится, ээээ, психологически как-то более зрелым и более здоровым. Тут вы пытались устраиваться, вот, с тем, что, эээ, ну, с тем, что в вашей жизни, эээ, происходило, да, и в итоге, вот, эээ, столкнулись вот с таким, эээ, и к себе отношениям, и вы столкнулись с, эээ, и вы столкнулись с, эээ, определенными, эээ, негативными последствиями, ээээ, последствиями, вот, ээээ, ну, как бы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть это все, конечно, является следствием вашего жительного сценария. Идея здесь не в том, чтобы вас как-то обвинять. То есть всем-всем понятно, что вы не виноваты. Идея, наверное, заключается основная в том, чтобы вас научить жить иначе. Не так, как вы жить привыкли. Ценить себя, свою жизнь, свои желания, свои границы, свои приоритеты. И быть, конечно же, более внимательным к себе. А я бы ради ребенка. Потому что если вы не будете внимательны к себе, то ребенку вашему будет очень-очень тяжело. Вот стоит учитывать. Вот. А вот тут, в принципе, такие аспекты. И именно на такие аспекты я бы хотел вам, ну, как бы, обратить ваше внимание, так скажем. Потому что, на мой взгляд, ваша трудность заключается далеко не только в том, что у вас вот есть, правда, потеря человека или чувство вины. Так, конечно, то, что вы требуете от себя, ну, порой, а может быть и все время даже, то, что вы требуете от себя очень многого. Часто. Вот. То, что вы, ну, требуете от себя, ждете от себя. Вот. Это, конечно, скорее всего, является, ну, вот, такой, я бы сказал, ну, системной история. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. На мой взгляд, это, это является системным, эээ, системным моментом. Вот. И, в принципе, это то, что он, эээ, требуется корректировать. Вот. 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 Но, пока, эээ, непонятно, хотите ли вы этого. Вот. Ну, если сомневаетесь, эээ, вот, то, я думаю, что, хотя бы ради ребенка, да, это можно попробовать сделать. И, эээ, на все еще хотел обратить ваше внимание, то, что, эээ, несколько раз, эээ, вы описываете, эээ, такие, ээээ, ситуации, эээ, при которых, ээээ, у вас, как будто бы, эээ, есть возможность уйти, эээ, от, эээ, человека. Ну, вы не уходите. Говорите, что я не могу уйти. Вот хотелось бы как-то отдельно постараться понять, да? Эээ, что вам, ээээ, ну, что вас останавливало? Что вас удерживало? Человека. Вот. Да? При его отношении к вам, да? Вот. При его поведении к вам. Ээээ, при том, что, что угрозы вам были, вот, все равно вы оставались. И, вот, хочется, куда же ныть, мотив ваш, какой он был, этот мотив. Ээээ, какое состояние удерживало вас с человеком. Я думаю, что, если вы, как следует, не торопясь, ээээ, подумайте об этом. Я думаю, что, если вы, как следует, не торопясь, поразмышляете над этим, ээээ, допуская и пропуская любые варианты развития событий, даже если они вам не нравятся. Я думаю, что, ээээ, вы получите возможность для себя, в том числе и продвинуться дальше, ээээ, в том, что сейчас с вами происходит. Ээээ, потому что, да, вам тяжело, да, и вам больно, да, но мне кажется, что вы не видите всей картины, и всей, ээээ, ситуации, всей реальности в целом. Я вижу своей задачей это исправить, но не знаю, хотите ли этого вы, поэтому подумайте и, соответственно, уже можно будет, а, уже можно будет о чем-то говорить. Вам много сочувствия. Вы большая молодец, что начали разговор на эту тему, на тему, которая вас волнует. Вы большая молодец. Это первый шаг. Следующим шагом станет обратная связь на ответы специалистов, выбор психолога и начало психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью, а мы вам с радостью поможем. Поможем.